В Госдуме хотят упростить получение субсидий на оплату ЖКУ. Сейчас людям приходится собирать большой пакет документов. Предлагается сократить процедуру до одного заявления. Все остальное чиновники сами запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Выделенные средства рекомендуют направлять напрямую поставщикам услуг. Тогда человек будет получать платежку за вычетом оплаченной субсидии. А в банках не будут оседать миллионы в виде комиссии за переводы и платежи. Также депутаты предлагают утвердить дополнительные критерии получения субсидий, учитывающие разные жизненные обстоятельства. Насколько сложно сейчас получить скидку на оплату ЖКУ? Делитесь опытом. 5445 номер для ваших смс. Звоните в прямой эфир. У нас в студии хороший эксперт, который может разъяснить любые нюансы. Татьяна Подберецкая, эксперт в сфере ЖКХ. Здравствуйте. Добрый день. Итак, сначала, наверное, глупо спрашивать, как относитесь к инициативе. Всегда, когда хотят что-то упростить для нас, это здорово. Насколько это возможно? На самом деле, то, что хотят упростить, это действительно здорово. Сегодня сбор документации, хотя в принципе в Москве он не занимает особых, если по России наверняка есть проблемы, в Москве он не занимает большого времени. И тех требований, которые имеют место быть, потому что сама база, которая создана в Москве, она позволяет сегодня решать как бы эти вопросы. Было наиболее легко. Приходишь в МФЦ, а дальше там уже вроде бы все вопросы решаются. Там моих документов. Но, тем не менее, наличие справок и так далее, о которых сейчас говорят, в Москве этого нет, но по России это имеет место быть. Если, конечно, они создадут нормальную базу, где будет известно все о каждом собственнике, о каждом жителе, о каждом потребителе, о его жизни на всех моментах, находится ли он, на какой стадии нищеты, или там он находится, тогда можно будет об этом говорить. Сегодня, да, заявлена хорошая тема. Я считаю, что если вы придете, подадите заявление и получите субсидии, что может быть лучше? Я считаю, что лучше этого быть не может. Вопрос, как это будет устроено, вы сами знаете, да, мы сначала кричим «Ура, ура», а потом начинаем собирать оплеухи, которые получаем в процессе всего этого. На сегодняшний день, даже сегодняшняя система вот этих наших МФЦ, они все равно работают со сбоями. Тоже приходится порой и бумажки бегать, и собирать, и не то получать, что ты бы хотел, и так далее. Поэтому прежде чем переходить к этому, надо, чтобы было нормальное программное обеспечение, надо, чтобы это стоит денег. Значит, нужно, чтобы была создана правильная нормальная база, которая должна постоянно обновляться, потому что мы тоже меняемся, и семейные наши обстоятельства меняются. Поэтому я думаю, что если они сегодня предложили, то прежде должна разработать. На сегодняшний день пока я не видела конкретных нормальных разработок, так называемых дорожных карт, согласно которым, что будет делаться сегодня, порядок вот таков-то. Его пока еще не прописано. Я думаю, что с этим возникнут проблемы. Второй момент, который меня очень настораживает, это перевод денег, субсидий, так называемых, поставщикам услуги, напрямую вот этих льгот. То есть то, что сегодня население получает на свои счета, по крайней мере, через социальные наши органы, там они все учитывают и считают, сколько человек должен получить. Там конкретно есть, будем так говорить, лицо, которому эти субсидии предъявляются, предлагаются. И он должен, соответственно, получив их, оплачивать остальные все деньги. А вот если они пойдут поставщикам, у меня большое сомнение на сегодняшний день, что это правильное решение, потому что от него уже ушли однажды. И все разговоры о том, что это будут какие-то экономии будут от перевода в банках и так далее, ничего этого не будет. Более того, в связи с тем, что мы, оказывается, являемся потребителем услуг, и у нас возникают проблемы по качеству оказываемых услуг, а если они мне не оказаны, тогда как я могу повлиять на ситуацию? Никак. А если на меня подали в суд, по какой-то причине я отказалась платить, или меня просто нет на сегодняшний день возможности, на меня подали в суд. Я никогда не... А я уже заплатила, может, ошибочно подали. Я как буду доказывать, что я все это оплатила? Потому что у меня не будет учтено в моих платежах тех самых субсидий, о которых мы сегодня говорим. То есть, когда мы предлагаем, мы должны все ситуации разобрать. И ни в коем случае не надо переходить сегодня от конкретного лица, получающего субсидии, к каким-то переводам в общих денег на счета поставщиков услуги. Они не отличаются ни порядочностью монополиции на сегодняшний день, неумением правильно рассчитывать это все только в свою сторону. Поэтому здесь очень серьезно надо над этим вопросом быть. Идея хорошая. Есть вопросы. Да, будем их обсуждать в рамках эфира. Сначала послушаем телезрительницу Елены из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Ну, мы с мужем предпенсионеры получили... Алло. Да, вы в прямом эфире говорите. Да, да. Получили субсидию в течение трех недель. Значит, я осуществляю уход за инвалидом первой группы, муж инвалид. Третьей группы. В течение трех недель нам в Москве очень быстро рассмотрели и дали нам субсидию. Об этом я и сказала. Могу сказать спасибо. Единственное, что меня волнует, знаете, как немножко задержало обидно, потому что моя мама живет в мытищах, там совсем другая история. Вот. А расскажите подробнее. Во-первых, сколько вам удалось сэкономить и какая ситуация в мытищах? Сколько нам выделили субсидию, да? Нам выделили пять с половиной тысяч. Пять с половиной тысяч. В течение трех недель достаточно легко. Вы говорите, что... И быстро. И очень легко. Но это Москва, понимаете? А поскольку я живу и в России, мне хотелось бы, чтобы так же легко было. И в России люди получали субсидии, понимаете? По всей стране. Сложности какие с получением субсидий в других регионах? Или хотя бы за периметром Садового кольца, условно? У мамы, я знаю, что много нужно собирать документов. Нужно. Очень... Я немножко вас не слышала. Очень дорогая оплата квартиры. Она платит за одну комнату квартиру и семь с половиной тысяч. Понятно. Сложно, сложно. Спасибо, Елена. Послушаем еще сообщение. Звонок из Куртска. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я проживаю в квартире одна. Мне 77 лет. Но прописаны в ней еще два моих сына, которые живут отдельно, но не имеют, не могут прописываться там вместе со своими женами. А квартир, значит, за капремонт я по этой причине плачу больше 100%. Хотя есть закон. Достигшие 70 лет платят за капремонт 50%, а достигшие 80% вообще освобождаются. Вот как этот закон придумывали? Надежда, а вы с сыновьями не пробовали договориться, чтобы все-таки как-то... Ну, в этой ситуации, конечно, никаких у вас не будет льгот в этой ситуации, потому что вам прописаны ваши сыновья. И платить, конечно, должно, если они прописаны, не важно, что они не живут, они должны за это платить. Это, к сожалению, имеет место быть. И вот либо у вас должны быть разделены были лицевые счета, и тогда в своей доле, в той части, которая касается вас, вы могли бы пользоваться необходимыми льготами и субсидиями. Но вам придется вот так решать вопрос. Я так понимаю, что квартира тоже в собственности, да? Она ваша собственная? Она в моей собственности, нет. Ну, в вашей собственности, а дети у вас зарегистрированы. Обычно, если вы посмотрите законодательство, там написано, что платится одиноким пенсионерам дают. То есть, если они проживают, либо они, которые проживают, один проживают в квартире. А так как ваши дети прописаны, поэтому у вас возникают вот эти проблемы. Переговорить с сыновьями, либо пусть они платят, либо пусть выписываются к своим женам. Компенсируют. По-другому, да, либо компенсируют все ваши затраты. И, к сожалению, вот здесь другого я вам ничего не могу подсказать. К сожалению. Вот сообщение из Приморского края. Невозможно получить 50% льготы за ЖКХ. Приходят через два месяца суммы. Вернуть сразу вычет в платежки. Вот как раз, как будто бы за зрителя выступают. Ну, на самом деле, я думаю, что от того, что если будут возвращены в платежки, вы вообще сами по себе теряете право понимать, за что платите, когда платите. И в случае каких-то ситуаций вы можете оказаться, если в судебные какие-то пойдут органы, вот эти все наши поставщики услуги, то в этой ситуации вы будете иметь большие проблемы, потому что получить необходимую информацию не можете. Субсидии вы получаете позднее только по этой причине, что это проблема вашего региона. Очевидно, они очень долго работают с деньгами, которые приходят, если это федеральные, например, субсидии. И здесь, наверное, просто надо, чтобы в вашем регионе был наведен порядок в этой ситуации. Если он будет наведен порядок, то у вас не будет никаких проблем. Поверьте мне, что это будет правильнее. Это моя точка зрения. Я понимаю, конечно, когда мы слышим, что нам пусть там сразу заберут, а нам потом только это самое, нам не надо будет этих денег, то вы ошибаетесь, в любом случае они не будут учтены в случае каких-то возникших разногласий с поставщиками услуги. Это не совсем правильный подход. И вообще субсидия должна сдаваться конкретному физическому лицу, конкретной привязке, конкретному инвалиду и так далее. Но ни в коем случае не общим голопом куда-то перечисляться. Я считаю, что это большое нарушение будет. У нас это было, и мы уже с этим страдались. Поэтому и переходили конкретно на каждое лицо, на каждого потребителя. То есть адресные, у нас все субсидии носят адресный характер. Адресные – это значит конкретному человеку по конкретному адресу. Вот еще сообщение. Москва пишет, что субсидии льгота должны быть только у пенсионеров. Молодые пусть зарабатывают. Хабаровский край. Многим и мне перестали платить субсидию, потому что есть сбережения в банке, пишет Юрий. Что в банке? Есть сбережения. Сбережения в банке? Да. На самом деле, я думаю, что это совершенно несправедливая ситуация, что если есть сбережения, я там свои пенсии каждый день 10 рублей откладываю, например, и мои сбережения – это мои сбережения. Я их не украла и не заработала где-то. Это не заработанные деньги, а деньги, которые эти люди сохранили. То есть здесь совершенно неправильный подход, и платить субсидии должны в любом случае семье. Что касается только пенсионеров, вы знаете, у нас так много инвалидов, у нас много инвалидов детей, у нас очень много на сегодняшний день нуждающихся в любом возрасте. Смотрите, дети инвалиды, больные люди, те, что сегодня приходят с войны, смотрите, да, то есть говорить только, что пенсионерам это положено, я думаю, что нет, здесь равны, должны быть все в правах. Если ты нуждаешься в этом, если у тебя много детей, если у тебя есть проблемы, то должны получать эти субсидии. Государство обязано обеспечить нормальную жизнь каждому нашему жителю, а не только пенсионеру. С другой стороны, сбережения могут быть разные, есть условно-гробовые, как у нас сейчас на родину. Да, именно гробовые, да. Есть при этом, мы прекрасно понимаем, не зря же появляются новости, что у безработного украли 5 миллионов и так далее, когда люди официально малоимущие. Но здесь элементарное мошенничество. По-другому здесь не скажешь, у него украли 5 миллионов, потому что он не показывал, что он где-то работает. Он предоставил справку, что он безработный, он предоставил кучу бумаг других, а потом мы даже не знаем, даже если у него 5 миллионов украли, мы не знаем. Мы же знаем, откуда не появились. Но при этом он должен рассчитывать на субсидии. Да, ну на субсидии, я думаю, что у нас же в этом все и надо. Я когда говорю законодатель, я говорю конкретно, кому-то надо платить, да, когда мы говорим об адресной помощи, вот как раз его и проверить надо. Тогда в этой ситуации понятно, что если человек богат, то как можно ему оплачивать, так о каких субсидиях идет речь. Они идут, у нас для кого субсидии? Субсидии у нас для малоимущих. Для малоимущих людей у нас должны быть субсидии. И те категории, которым, может быть, это люди служили в армии 50-70 лет, им даются эти льготы. Я думаю, что здесь, ну это должно быть так, наверное, по идее-то. Но если они, я думаю, что никто из нас, если он имеет хороший достаток, не пойдет стоять в очереди или даже не будет обращаться за субсидией. Хорошего мнения. Ну, я так думаю. Я, по крайней мере, не пойду. В целом о человечестве. Ну, есть люди, которые, ветераны труда есть, ветераны войны, дети войны. Они все, даже если у них сегодня неплохие, на наш взгляд, пенсии. Все равно я считаю, что все субсидии и льготы им полагаются. Вот еще сообщение. В городе инвалиды имеют больше льгот, чем в деревне. Сообщение из Башкортостана. И действительно, во-первых, разные возможности у региональных бюджетов. Региональных бюджетов. Льгот. Разный абсолютно. И размер субсидий в регионах разнится. Вот здесь как бы тоже навести порядок. Ну, там используется потребительская так называемая корзина. Она для каждого региона своеобразная. У нас, например, жить в Москве дороже, чем, допустим, в этих регионах. Москва богаче, чем, допустим, регионы. Я думаю, что это зависит все-таки от финансовых возможностей регионов основных. А потом меньше, больше. У них проезды дешевле. Я так смотрю, там возмещают. Я смотрю иногда вот такие платежки. Там возмещают и проезды. Если они отказываются, куда-то не ездят, им это в виде денег подают. Ну, да, наверное, немножко разные. Потому что всем дают одно и то же, только регионы доплачивают к федеральному закону. Больше, чем, допустим, Москва больше доплачивает. Там Владимирская область свои у нее бюджеты. Она меньше доплачивает. Ну и так далее. И все остальные регионы точно так же. Астраханская область. Ольга, здравствуйте. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Да, Ольга, слушаем вас. Здравствуйте. Живет мужа в Новосибирске. И у меня пенсия 13200. Когда я оформляла субсидию, у меня было 10500. Мне отказали субсидию. Сказали, у вас ребенок. Я говорю, ну он прописан у него. Живет он там. Потому что я переехала сюда давно уже. Купила квартиру здесь. Я знаю, только слик. Я давнимаю, что ребенок живет в другом месте, да? Или ребенок с вами живет? И прописан. Ребенок живет в другом месте. Живет он у мужа. Он там и жил. А я тут одна живу. Сколько вам лет? Сколько вам лет? 72? 62. 62. А, ну еще у вас такой возраст. А вам отказали субсидии после того, как была увеличена пенсия до 15000 рублей? У меня была пенсия 10500. Я когда оформляла субсидию, мне отказали. Сейчас у меня 13200 пенсии. Вы знаете, надо смотреть причину отказа. Потому что, по идее, у вас минимум прожиточный. Что-то объяснили во время отказа? Что-то объяснили вам как-то? Здесь на самом деле... Аргументы приводили? Да, там. Ребенок живет в другом месте. Он там прописан. Я здесь живу одна. Мне отказали в субсидии. Какая причина отказа в субсидии? Они все время говорят, у вас ребенок. Я говорю, ну вы по документам... А сколько вашему ребенку? Ему вот в июне будет 17. Ну, знаете, я не понимаю. В июне. Мне кажется, вам надо все-таки обратиться еще раз. Прям обратиться специальным заявлением, чтобы вам дали разъяснение. Потому что мне вообще не совсем понятно. Если у вас ребенок, тем более это ваш ребенок, да? Вы же там, по вашей квартире, сколько у вас площадь квартиры? Убрали звонок. Уже телезрительница повесила трубку. Поэтому, если остались какие-то данные, которым вы можете помочь разъяснить нам ситуацию, пришлите в виде смс или перезвоните в нашу редакцию. Расскажите редактору, мы передадим всю информацию. 200 тысяч. Если бы, значит, я купил другую квартиру, может быть, поэтому и трудно сказать. Да, в любом случае, я думаю, что это не единственная трудная ситуация, которая возникает, судя по сообщениям, возникает у жителей нашей большой страны. Есть ли странные аргументации? Есть ли отказываются субсидии, которые, как вам кажется, вам положены? Какой алгоритм добиваться? Ну, во-первых, надо пройти, получить письменный отказ. Из тех органов, которые задают отказ. Пименный отказ. На основании письменного отказа будет понятна причина. Наверняка не дадут ей этого письменного отказа, будут что-то другое говорить. И потом с этим идти просто в прокуратуру. Там прямое нарушение средств и прав человека. Вопросов в этой ситуации других нет. Вот единственное, что может быть еще. Очень часто, почему сейчас начинают все говорить о каком-то электронном обороте документов. Очень часто бывает ситуация такая, что если человек имеет задолженность за коммунальные услуги, то ему не оформляют субсидии, пока он ее не погасит, эту задолженность. А люди погасить эту задолженность практически, если уж он не может ее погасить, значит он и не может. И возникает вот эта коллизия. Было большое, ну, до этого были приняты определенные решения, которые запрещали такие моменты. Но насколько они в регионах сработали, достаточно сложно сказать. Вот с этим бывает проблема. Это очень серьезная проблема. И как раз на это обращают внимание и депутаты. Есть надежда, что ситуация изменится. Логично было бы приостанавливать выплаты исключительно по решению суда. Да, я считаю, что это тоже правильно. Потому что просто так принимать решение на уровне чиновников, это неверно. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Людмила, Сочи, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем. Мне, я не знаю, мне 81 год, 82-й. Имею ли я право не платить за капремонт? Да, есть такое право. Коротко и ясно. Значит, я могу не платить за ремонт? Нет, для того, чтобы... Нет, меня послушайте, пожалуйста. Сами не платить вы не можете. Вы должны обратиться в те органы, которые начисляют вам все ваши там МФЦ, наверняка у вас. Где вам начисляют вот эти все услуги и где начисляют эти оплаты? Обратитесь туда. Там, скорее всего, если у вас большая квартира, у вас могут не полностью снять эту оплату. Именно за капитальный ремонт. Поэтому обратитесь там и определитесь с ними. Самим вы не платите. Вы не можете. Не вы должны снять свои платежки, а должны снять тот орган, который начисляет. Представьте бумагу о том, что паспортом идите, и они должны будут вам все это пересчитать. Такое есть после 80 лет на социальную норму. 32 или 40 метров. Все остальное приходится оплачивать, к сожалению, пока. Во многих регионах. Еще одно предложение. Это разработать онлайн-калькулятор, чтобы проще было людям вбить свои какие-то личные параметры. Понять, какая субсидия у тебя положена. Положена ли вообще. Пока на нынешнем этапе, где эту информацию можно получить? На сегодняшний день, по-моему, пока ее получить достаточно сложно. Если вы войдете в госуслуги, там есть перечень всех документов, которые нужны. Какой порядок и так далее. И, по-моему, там и есть и калькулятор. Надо просто посмотреть. Я сейчас, говоря, с этим не занималась. Но там всегда бывает сложно людям понять, что забивать и как забивать. Какие свои данные забивать. Не каждые данные можно сегодня унести. Поэтому лучше в этой ситуации, по-моему, обратиться в ваши органы, которые занимаются начислениями. Пусть они вам дадут все информацию по себе, по вам, положено, не положено. Будет понятно. Нам всего справка о зарплате. Если вы работаете и больше ничего особо-то не надо. А если не работаете, бумага из... Где у нас оформляют сегодня? Берега труда? Центр занятости, да. Где-то центр занятости. А так особо-то ничего и не нужно. У всех все есть. На сегодняшний день есть лицевой счет, где все прописаны и кто прописан. Есть карточка, где она считается. Поэтому особенно... Возможности для разъяснения, получения информации есть. Нужно их активно использовать. Спасибо. Татьяна Подберецкая была в нашем эфире. Эксперт в сфере ЖКХ. Это была дневная программа. Программа отражения. Вечером встречайте Константина Чурикова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok